Хотелось бы сегодня нам напомнить по поводу хаджа. Потому что бывает то, что иногда замечаешь, что некоторые люди пренебрегают хаджем. Некоторые люди пренебрегают хаджем. Я знаю людей, которые каждый год ездят на умру, на малый хадж, по несколько раз. Но на большой хадж, говорю, почему не едешь? Пока еще не готов, надо долги отдать и так далее. Жизнь прилетает. И сколько таких братьев, которые собирались завтра на следующий год совершить хадж, но не дожили до хаджа и не совершили большое паломничество. Поэтому сегодняшнее бы вот это наставление, напоминание. Прошу Аллаха, чтобы он дал возможность всем нам совершить хадж. Чтобы Аллах, кто еще не совершил, чтобы совершил его в ближайшее время. И какая же великая награда за хадж. Какая важность хаджа. То есть мы иногда бываем пренебрегаем этим. Во-первых, Аллах в Коране говорит. Всевышний Аллах говорит. Для Аллаха, ради Аллаха, приказано людям совершить хадж. Приказ. У кого есть возможность совершить? Возможность как финансовая, так и физическая. Здоровье должно быть. И после этого, Субханаму Ата'але говорит. А тот, кто отвернется, тот, кто не захочет совершить хадж, тот, кто прослушает, как будто эти аяты не для тебя читаются. То Аллах богат от всех миров. Аллах не нуждается в твоем хадже. Ты же внуждаешься в этом хадже. Также в известном хадисе, где пророк Мухаммад, саллаху алейху ассалям, сказал. Ислам опирается на пяти столбах. И пятый столб. Совершить большое паломничество хадж тому, у кого есть возможность. Возможность физическое здоровье и материальное. Рауа Ибн Маджа в Сунане, в хадисе Ибн Умар, Ибн Маджа Сунане, в своей книге Сунан, в хадисе Ибн Умара приводит. Те люди, которые совершают большой хадж. Паломники. И те, кто приехали совершать малый хадж. Это эти люди являются делегацией Аллаха. Делегация Аллаха. То есть уже как достойно название делегация Аллаха. Аллах их позвал, пригласил. Они ответили на приглашение Аллаха. Они просили Аллаха. И Аллах дал все, что они просили. Скоро уже в эти дни, уважаемые братья, сейчас уже люди собираются ехать на хадж. Кто-то уже улетел. Кто-то собирается. Со всего мира. Со всего мира. И правители, и обычные гражданские люди, и старики, и молодые, и дети, и темнокожие, и желтокожие, краснокожие, белокожие, богатые, бедные, все собираются в одном месте, около Каабы, около Сафа и Маруа, около Мина, около Муздалифа, около Арафа. Все они оставили за собой свои семьи дома у себя. Оставили свою работу, свой бизнес, свои дела, своих детей. Оставили даже свою одежду, одели в белый храм. В одном месте. В одном месте. Их цель одна. И все они говорят вместе. О, Аллах, мы перед тобой. О, Аллах, наш Господь, мы перед тобой. Я говорю, Саид Мин Джубейр и Ата, подвижники, и оба они взяли этот тавсир от Ибн Аббаса. Имам Ат-Табарев в тавсире приводит, Когда Ибрахим, алейхиссалям, завершил строительство Каабы, после этого Аллах, внушил ему, призови людей к хаджу. Призови людей совершать большое паломничество. И тогда, после того, как завершил строительство Каабы, Ибрахим, алейхиссалям, Ибрахим, алейхиссалям, встал и начал призывать. Поистине, дом Аллаха Кааба уже построен. Так совершайте хадж. Так совершайте хадж. И сказал, И тогда он сказал, Поистине, в этот момент, когда Ибрахим, алейхиссалям, всех призвал совершить большое паломничество, все люди, все джинны, камни, деревья, земля, вода, все услышали и ответили Ибрахиму, алейхиссалям, Ибн Аббаси, и все, кто на востоке, и все, кто на западе, услышали призыв Ибрахима, алейхиссалям, те, кто находятся в утробе матерей, и все они услышали и ответили, Следующий хадис. Я хотел бы, братья мои, чтобы мы всем этот хадис прочувствовали сердцами и соскучились по хаджу. Соскучились по хаджу. Если мы еще откладываем хадж на следующий год, долги я отдам, это сделаю, субханаллах, отдыхать мы ездим постоянно в лучшие отели, машины меняем, телефоны меняем, одежды меняем. Что нам запрещает совершать хадж? Что нам запрещает совершать хадж? Кто-то сейчас бы хотел, чтобы совершить хадж, не может, на кровати парализован. У кого-то нету разума, кто-то не в религии, кто-то в тюрьме, кого-то не выпускает, кто-то не может. Кому-то Аллах не дает. Что нам запрещает совершить хадж? Аллах дал нам риск, Аллах дал нам возможность поехать. Поэтому, чтобы мы соскучились по хаджу, прослушаем этот хадис, который проводит имам Ат-Табарани. Как только человек, например, с России, например, с Москвы, соберется поехать на хадж, в первый же день, как только выехал в аэропорт, как только он пошел уже совершать хадж, с каждым шагом, который поднимает его верховое животное, то есть или он на машине едет, с каждым, скажем, вращением колеса, как только поднимает и ставит обратно, Аллах прощает ему грех и записывает ему награду. Субханаллах, сколько наград, сколько тысяч километров, сколько наград Аллах, Субханаллах, записывает, сколько грехов прощает. А что касательно двух рака'атов после тавафа, то подобно тому, как будто ты освободил раба из Бану Исмаил. А твой пробежка между сафа и марва, подобно тому, как будто ты освободил 70 рабов из Бану Исмаил. То есть одного раба освободит, на пути Аллаха, Аллах спасает от наказания ада. Как будто 70 рабов освободил. А что касательно, Пророк Мухаммад, саллаху али ассалам, он говорит, что касательно твоего обустаяния вечером, предвечернее время, на горе Арафа, то в этот момент Аллах, Субханаллах, распускается на первое небо, обращается к ангелам и гордится за своих этих рабов перед ангелами и говорит, это мои рабы, посмотрите, это мои рабы, пришли сюда с взъерошенными волосами, на них есть пыль, то есть тот, кто был на хадже, знает, то есть где-то у него испачкался ихрам, взъерошенные волосы. Со всех точек моей земли они приехали сюда, они надеются на мою милость, и тогда Аллах обращается, если ваши грехи, подобно количеству камушек, песка, подобно количеству капель, которые капают с дождей, подобно пены в море, все я вам простил, все я вам простил, яум Арафа. После этого Аллах, Субханаллах, обращается к паломникам и говорит, ступайте, все вам прощено, все грехи вам прощены, и за кого вы простили, на Арафа, я тоже всем простил, говорит Аллах, Субханаллах, и говорит, хадис продолжается, и дальше пророк Мухаммад, саллаллах, говорит, что касательно бросания камушек, то с каждым камушком, который ты бросаешь, шайтана, Аллах, Субханаллах, прощает тебя с каждым бросанием камушка, за каждый камушек прощает великий грех, который уничтожает человека. Великие грехи с одним камушком прощается. То есть, если первый день семь камней кидаем, следующий день 21, следующий день 21, следующий день 21, с каждым камушком Аллах губительные грехи прощает. Что касательно принесения в жертву Курбан, который приносишь на хаджа То это является запасом для тебя В судный день перед Аллахом Ты увидишь эту награду Что касательно забревания волос После хаджа Что за каждый волос, который ты сбрил Аллах прощает грех И дает награду А что касательно обхода вокруг Каабы После этого То есть главный таваф хаджа После всех этих обрядов То ты уже идешь совершать этот обход вокруг Каабы Без единого греха Как на врожденный ребенок После этого Аллах посылает ангела И Аллах посылает в этот момент ангела И этот ангел кладет свои руки на твои плечи На плечи хаджи На плечи паломника И говорит Ступай дальше Живи дальше И твори благие деяния дальше в будущей жизни А все, что было, все прощено тебе Аллахом Субханаллах Валлахи, братья Ради Аллаха Прошу каждого И каждого спросите После этого Кто хадж оставит? После этого хадиса Достоверного хадиса Кто оставит хадж? Или кто будет пренебрегать хаджем? Или на пенсию выйду потом? Валлахи На пенсию Помил саллаху Мы ездим на хадж Видим Уже старику не так легко совершать хадж Пока есть силы Пока есть молодость Некоторые думают А еще грехи соберу Еще там какие-то дела наделаю Потом уже одним разом сотру И так далее Типа вернусь после хаджа Уже все Как бы нужно жизнь изменить Субханаллах Ты можешь не дожить Ты можешь не дожить до этого Поэтому нельзя пренебрегать этим Это такой же столб ислама Как намаз Это такой же столб ислама Как пост в месяц рамадан Как закат Поэтому мы должны спешить К Аллаху Субханаллах Аллах приглашает Когда Салап и Салих Сахабы Услышали вот эти хадисы Какая награда за хадж? Посмотрите, что говорят Имам Захаби говорит То, что Язид Ибн Асвад За свою жизнь Восемь-десять раз Совершил хадж То есть да Пророк Мухаммад Саллаху алейсан Скал Хадж один раз А кто больше совершит Это ему как дополнительная награда Но как они узнали Достоинство этого хаджа Язид Ибн Асвад Восемь-десять раз Совершил хадж У Анна Суфиан Ибн Таури Хадж Саманина хадж Также и великий ученый Суфиан Таури Восемь-десять раз Совершил хадж Сказал о себе Я совершил Сорок раз хадж И также имам Захби Говорит касательно Ибн Хаббана Он совершал хадж Пешком Из Турции Из Египта На своих ногах Совершал хадж То есть не было самолетов Не было поездов Машин Ви-Ай-Пи Пятизвездочных гостиниц Кондиционеров Пешком совершали хадж Зная какая великая награда Как приводится в книге Аль-Хилья Приводит это Абу-Наим Говорит Из Халеба Из Алеппо Я совершил пешком В Мекку Сорок раз хадж Сорок раз хадж То есть примерно Два с половиной Три месяца Занимала дорога То есть не было самолетов Не было Субханаллах Машин и так далее Поездов Но они знали Какая великая награда За совершение хадж То есть А что нам запрещает Совершить хадж Что нам запрещает Сегодня совершить хадж Абу-Турабан-Нахшаби Как приводится эта история От Хатиба-Багдади В книге Тарих Он говорит Когда был день Я видел 55 раз вставал И видел 55 разных ситуаций И когда я смотрел на паломников Кто-то из них плачет Кто-то из них делает дуа Кто-то из них проявляет Вот эта слабость перед Аллахом Перед Аллахом Проявляет надежду в прощении Обращается к Аллаху Плачет Сказал Я собрался на гору Арафа И увидел положение паломников Как они стрепетно молят Аллаха о прощении Сказал Обратился к Аллаху Если у кого-то из них Ты не принял хадж То свою награду хаджа Я дарю им Посвящаю им После этого После Арафа Люди идут в сторону Муздалифа Я прилег спать И тогда слышу голос Во сне Мне говорит Что какой-то голос во сне Ты хочешь быть щедрее меня В тот момент Когда я самый из щедрейших Услышал такой голос То есть клянусь Аллахом Каждый кто приехал сюда И находился на Арафа Всех я их простил Субханаллах То есть Почему? Потому что этот человек Приехал в гости К щедрому На щедрейшем Аллаху Субханаллаху И Аллаху Субханаллах говорит Ты думаешь Что ты щедрее меня Хочешь посвятить Свою награду Аллаху И всех я их простил Субханаллаху Субханаллаху